Всем привет! Меня зовут Евгений Киселёв. Вы смотрите мой YouTube-канал. И вы видите, что очередной гость на моём канале – это Евгений Чичваркин. Человек, которого, наверное, все узнают в лицо без дополнительных представлений. Бизнесмен, политэмигрант, один из активистов российской оппозиции. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, спасибо за такое представление. Евгений, вот смотрите, о чём я вас хотел расспросить поподробнее. Мы с вами тут в конце предыдущего месяца, в последних числах мая, физически в Берлине на встрече представителей разных антипутинских, антивоенных группировок российского общества. В основном все эти люди выдавлены в эмиграцию, вынуждены были уехать из России. Речь шла о попытках объединения оппозиции, о попытках преодолеть различные разногласия. Вы об этом говорили тогда очень темпераментно и, по-моему, единственные аплодисменты сорвали, сказав, что, господи, как же все этого ждут. Как вам кажется, сейчас по прошествии, ну, уже две недели прошло даже больше, как вам кажется, какой-то прогресс наметился? Потому что я смотрю, опять начинают все друг с другом ругаться, то по одному, то по другому поводу. Мне, как человеку, имеющему крайне древнее отношение к маркетингу, просто видно невооруженным глазом, что этот запрос есть. Есть запрос на то, чтобы был, как бы, у Путина некий единый фронт, хотя бы единый по... Не как написал Волков, что это будет громоздкая структура, и там вот специальные казачки. Никто не говорил о какой-либо вообще структуре. Говорили о том, что в те моменты или те мысли, с которыми все согласны, все как-то синхронно эти мысли озвучивают, либо каким-то, ну, таким достаточно серьезным, большим кворумом формируют какой-то очень простые, иногда формируют очень простые документы или очень простые обращения, будь то к властям различных стран, ну, потому что по отдельности там у нас не так много людей за позиции могут встретиться на относительно высоком уровне. Вот. А так, когда это будет выглядеть как бы неким общим фронтом, хотя бы выглядеть, то это... На это есть запрос у протестной части общества, которая активная, наверное, 20%, и еще неактивная процентов 60%, которая очень устала от Путина, от войны, от этой всей дряни. Вот. Поэтому, наверное, были аплодисменты, но, опять-таки, в оппозицию идут люди, которые в целом готовы сказать «Общество нет», со всеми людям, сидящим рядом, сказать «нет», люди, которые по разным причинам иногда абсолютно внутренним несут себе этот конфликт, да, и поэтому очень сложный оппозитор. Какое-либо объединение. Если бы мы были... Если бы это были либералы у власти, а мы были бы национал-социалисты, мы бы собрались в ровные шеренги, зажгли бы факелы, вот, и хором, спев песню, быстро бы объединились. Но ситуация ровно обратная. Там хором поющие, и то иногда в разнобой, поющие фашисты, а вот... А у нас раком лебедь-щуку. Так или иначе, очень правильно, что этот запрос прозвучал. То, что ФБК не обнародовало результаты опроса, который они делали, говорит только об одном, что я был прав, потому что именно это и написали, что у нас большой запрос на объединение. То, что потом Волков выступал 20-минутной эмоциональной речью о том, что он перевел это в рамки общей структуры, хотя про общую структуру, как я уже говорил, никто вообще даже не заикался. Ну, вы знаете, я вам так скажу, очень мрачно спрогнозирую. Либо какая-то чудовищная новость придет из одной из тюрем и колоний, либо из Киева или из Украины. И мы так или иначе все равно сделаем общее заявление. Это можно сделать раньше и раньше начать, потому что и так власти условно Польши смотрят на нас, кто это такие, и так много, они все разные, друг с другом срутся, кто из них там будет, черт их знает, они вообще все неприятны. А когда это будет как бы некий коллекционный запрос, например, освободите Навального, освободите Яшина, Крамурзу, или перестаньте боритесь там с Путиным, вот его подельники счета и поток нефтяных денег, а обычных граждан, которые хотят, там оставьте в покое. И когда это было бы выражено ото всех плюс-минус значимых людей в оппозиции, вероятно, может быть, это ни к чему бы не привело, но, вероятно, это бы как-то сподвигнуло к тому, чтобы оппозиция российская стала политической силой, которую признают какие-то западные страны, СМИ и так далее. Вот это не произошло на данный момент, но мы будем еще пытаться. Я говорю, когда это точно произойдет, вот, когда все будут либо в слезах, либо в ужасе, не хочется матом ругаться, в крайней степени изумления, и когда люди будут там в черных платках и не могут дышать, да, без слез, вот тогда все сядут, да. Ну, вот смотрите, в ночь с понедельника на вторник Киев подвергся беспрецедентной помощи российской ракетной атаке. Вот все мои друзья, все люди, которые видели это своими глазами, все хором сходятся в одном, что такого не было никогда. Вот даже страшной ночью с 23 на 24 февраля прошлого года, когда началась война и когда первые взрывы прозвучали в Киеве, вот так страшно не было. Я смотрю на дневниковые записи разных известных представителей российской оппозиции в соцсетях, как будто бы ничего не случилось. Они обсуждают совершенно другие темы. Трудный выбор российских театральных режиссеров. К кому больше симпатии? К талантливому Евгению Миронову, который пошел служить власти или к кому-то еще, кто пытается сопротивляться? А вы не противоречите тому, что я говорю. Вы не противоречите, потому что если бы эти шесть цирконов достигли бы цели и не были бы сбиты, тогда бы об этом написали. И когда в прошлый раз ракеты не перехватили, я писал. Здесь ракеты перехватили, они феноменальные молодцы. Очень круто, что поставили эти системы Патриот. Очень круто, что украинцы научились на них работать. Это больше начинает быть похожим на Израиль. И это очень круто. В общем, за них можно порадоваться, что они смогли защитить свою столицу красивую, прекрасную от разрушения. Если бы произошла трагедия, об этом бы все написали, безусловно, потому что здесь как раз эмпатия у российской оппозиции не умерла и работает очень хорошо. если бы произошел прорыв на фронте контрнаступления, о котором так много говорят, тоже бы написали, порадовались. А здесь, грубо говоря, новости читали, все набрали воздуха, потом плюс-минус все сбили, или говорят, что все сбили, кроме этой системы патриот, попали по ней, не попали, непонятно. На сто процентов понятно, что верить никому нельзя, но мы не видим разрушенных домов. И все выдыхают, это нормальная человеческая реакция. Если бы это было год назад, наверное, об этом бы написали бы все. так как сейчас нет гражданских жертв и естественная человеческая реакция во время войны, что пронесло, молодцы. Ну, к сожалению, я вижу, что очень часто и когда есть гражданские жертвы, реакции никакой. Продолжают говорить на другие темы. Ну, кто как. Тем не менее, вот вы, в отличие от многих... Тоже наступает у всех. Тем не менее, вот в отличие от многих людей, которые спорят или не спорят или игнорируют происходящее в Украине и говорят на другие разные темы. Вот вы бывали не раз уже после начала войны в Киеве, привозили туда гуманитарную помощь, лекарства и так далее, сами за рулем машины ехали. Мы об этом с вами не раз уже говорили в прошлом. Но вот все-таки, имея друзей украинцев, видя, как они реагируют на то, как о них говорят русские оппозиционеры, русские эмигранты, кто они говорят, вы считаете, вот эту историю про то, что кто-то вдруг начинает рассуждать, что это наши мальчики, а не убийцы, да, но они наши мальчики, это, на ваш взгляд, уместно? И после Буча это уже неуместно, абсолютно. Единственная, единственная категория людей, которых на данный момент, если и осталось, то крайне, крайне мало, это люди, которых призвали, которые не хотели, которых призвали, или отловили где-то и отправили в армию, и они находятся в состоянии рабов, а призывная армия. Рабство, я как либертарианец это всегда утверждаю, буду утверждать, и радоваться, не сочувствовать рабам, и радоваться смерти раба может только человек с латентной рабовладелец. Вот, поэтому мне по-человечески жалко тех, кто там не по своей воле, но их предельно, честно скажем, крайне мало. В основном там люди по своей воле. Или за деньги, или за выход из тюрьмы, или за награды, или просто реализовать свои животные инстинкты, первертивные, охотничьи инстинкты и так далее. Вот, мой пост семь постов назад от 3 мая, когда в Херсонскую область в магазин и на вокзал прилетели ракеты, и на тот момент было 21 погибших. Я написал «Путин – террорист номер один в мире». И я всегда пишу, я всегда пишу, потому что это вызывает, естественно, нормальные чувства. Я с удовольствием порадуюсь за украинскую армию, когда будут, когда они будут возвращать себе назад, назад землю, и опять-таки, ну, наверное, уж если по вовлеченности в украинскую политику, это камень точно не в мой огород. Нет, я ни в коем случае здесь вас лично не имел в виду. Я интересовала ваше мнение по отношению к вот бескомпромиссным, люди устают, жестоким и бессмысленным, как русский бунт, спором по поводу того, что вот вправе ли мы так говорить об украинцах, не вправе, вправе ли мы осуждать их, я не знаю, за националистические проявления или за снос бюстов Пушкина или за то, что они больше не торгуют русскими книгами. Вот я об этом говорю. Мне очень не нравится то, что произошло с Пушкиным и то, что нет русских книг, но у меня есть как бы мое право распоряжаться книгами и их количество в своем личном доме и в моем доме Пушкина не убавилось и мы читаем детям и будем читать и когда будут родиться следующие дети тоже им будем его читать. Вот. А они в своем доме имеют право делать то, что они хотят. Вот. А никто не любой украинец может на свою книжку скачать любой текст на русском языке и прочитать, если есть в этом потребность. То, что нет бюста лично мне неприятно, но это не мое дело. К сожалению, Путин сделал так, что даже бюст Пушкина неприятен. Вот. А что там делали Ватутины и Екатерины Вторые, вот, это если бы я был любой республикой, освободившейся от Советского Союза в 92-м, я бы все бы снес к херам еще тогда. Хорошо, я хочу вернуться все-таки к разговору о возможном объединении оппозиции. Да, простите, в 15-м году, в 15-м году, летом в Днепре была улица чекистов, каких нахрен чекистов, страна уже 15 месяцев была в войне, каких нахрен чекистов, вот, это, то есть, был перекос в одну сторону, сейчас перекос в другую сторону, ну, потому, что человеческая психика, ну, это не робот, это, она имеет некую амплитуду маятника, как там реакция на немецкую речь первые годы после войны была тоже, хотя это язык Гёте и Шопенгауэра, ну, вот, ну, вот, оно так работает в человеческой психике, уж, кто мы такие, чтобы за это еще попрекать, вот, если я, более того, я готов вывести сколько-то бюстов Пушкина, если и других представителей именно культуры русской, если это будет нужно, и похоронить их за свой счет, вот, кстати, не вижу в этом ничего абсолютно, абсолютно ничего не вижу в этом зазорного, жалко ли мне, да, мне, мне, как русскому человеку это неприятно, ну, вот, спасибо Путину за это. Путин у нас многое украл, не только Пушкина. Будущее? Очень многое, согласитесь, мы не раз об этом говорили. Украл, разрушил, изгадил, уничтожил понятия, целиковые понятия, слово патриот, слово родина, слово демократия, не знаю, там, память, память о войне, память о подвигах, ту же ленточку Георгиевскую, у меня, мой дедушка был кавалером Георгиевского Креста, он 89-го года рождения в 16-м году был им удостоен, вот, и так далее, ну, то есть, он изгадил столько, изгадил все с собой, изгадил, до чего дотянулся. Да, вы знаете, вот я тоже ловил себя на мысли о том, что мне, не могу заставить себя смотреть старые фильмы про войну, которые я раньше любил, я не могу слушать те старые военные песни, которые любили мои покойные папу с мамой, да и вообще очень многого из прошлого, что было мне дорого, совершенно, прикасаться к этому ментально даже не это как какое-то время там я потом стал спокойнее, но какое-то время, когда рок-музыкант, который мне нравился, ведет себя крайне странно, ну там, когда там Егор Летов начал тусоваться с национал-большевиками, такой стекгольфский синдром, когда сейчас эти все люди, которых мы писали на кассеты, все зигуют просто, ну, практически все зигуют, и вот что они писали, а что нам снится, что кончилась война, ну вот, и они певцы войны сейчас, вот эти старые полуразложившиеся упыри, которые 35 лет назад были певцами свободы для нас, ужас, ничто не вечно под луной, знаете, иногда справедливо это бывает, выражение, Макаревича и Гребенщикова, и Аллы Пугачевой, вот, ничто не вечно, кроме этих, да, простите, и Шевчука, конечно, конечно, опять-таки, если сейчас вставить прямо сейчас про наших мальчиков и Чечню, это все сейчас абсолютно будет корежить, просто уши просто в трубочку сворачивать. Все так, Евгений, я все-таки хотел вернуться к разговору про... А он в Грозном в начале 90-х был, и более того, и более того, почти все тогда плюс-минус думали, плюс-минус думали так же. У меня до сих пор абсолютный был шок от... У меня были покупательницы из Грозного, я на рынке торговал, и несмотря на и первую, и вторую войну, ну, я продавал туда же просто одежду. Вот. И то, что они рассказывали, и то, что я видел по телевизору, я какое-то время спорил, говорит, ну, что ты споришь, мы оттуда. Вот. И они меня не переубедили, но сомнение глубокое посеяли. И я сейчас этих женщин вспомнил, конечно, уже, когда началась... Я их вспомнил в 2014 году, когда началась первая фаза, горячая фаза русско-украинской войны. Евгений, вот третью попытку делаю, все-таки вернуться к разговору незаконченному про возможное укрепление отношений, я даже не говорю единства, укрепление отношений, взаимопонимания и сотрудничества между разными группами российской оппозиции. Я бы так сформулировал. Вот вам не кажется, что вы, я знаю, вы близки, сочувственно относитесь сторонникам Навального к ФБК, то есть к фонду борьбы с коррупцией. Но вот не кажется ли вам, что после того, как Алексей Навальный оказался в тюрьме, те, кто остался на свободе, вот люди, которые говорят от его имени, ну, демонстрируют, что ли, сознательную неготовность к каким-то шагам навстречу другим? Вы знаете, это не они, это он. Это он? Это он. Он решает, он решает, и он так нахлебавшись с Координационным Советом оппозиции тогда, вот они ни с кем больше не объединялись, ну, просто устали от этих всех. Это он, это его оппозиция. Вот, к сожалению. я не считаю, что она правильная, но моего уважения его стойкости, его последовательности это никак не не дисконтирует. Вот. Ну, это его позиция. И команда там вся прелесть, то, что это достаточно вертикально подчиненная команда, команда в отличие от всех других команд реально работающая, рабочая. И его слово в этой команде закон. Но тогда получается это тупик? Нет. Нет. Опять-таки у Алексея образца седьмого года, десятого года, седьмого я его не знал, я потом слышал, десятого я уже был знаком с ним. Тринадцатого и восемнадцатого это развивающаяся политика, развивающаяся личность, способная слушать, человек способный слушать, способный учиться. и как по политической по политическим координатам он из левого крыла переехал гораздо ближе к центру. И по масштабу задач, которые он видел Алексея десятого года, не сравним с тринадцатого Алексея тринадцатого года, не сравним с восемнадцатым. И сейчас это тоже несравнимые люди, этот человек прогрессирует. Вот, поэтому я думаю, что рано или поздно, лучше рано, так или иначе это все равно произойдет. Потому что это естественно. Но послушайте, я наблюдаю степени, да. Я наблюдаю за тем, что... Да-да, что я хочу сказать. Мне просто интересно ваше мнение. Я не хочу никого там не судить и специально в духе тех деклараций, которые были тогда сделаны в Берлине, никого не называю поименно, чтобы не обострять лишний раз ситуацию. Но я вижу, что есть такие среди эмигрантской российской, политэмигрантской общественности люди, которые, что называется, порвут за Навального, а всех остальных, там, Каспарова, Фодорковского провозглашают ли чуть ли не импотентными политическом отношении бездельниками, что на самом деле, на мой взгляд, совершенно несправедливо. на мой взгляд, это тоже несправедливо, это просто, ну, форум «Свободная Россия» это была гипероткрытая, супероткрытая площадка, где встречались люди, с которыми я, например, просил еще в те мягкие довоенные времена не сажать меня на одну панель, вот, я догадываюсь, но не отказывался от выступления, когда получал отказ не сажать меня за одну панель, вот, я всегда постарался быть насколько можно не не сложным, вот, я сложный, если там какие-то, не знаю, переговоры по бизнесу, там я могу быть сложным, а здесь я старался не быть сложным, вот, опять-таки, безусловно, и интервью Каспарова Дудю, оно не способствует объединению и консолидации усилий, но тем не менее, тем не менее, по искусству политики искусству компромисса все равно западные политики делают то, что делают их избиратели, а прозападные политики все равно должны прислушаться к тому, чего хотят их потенциальные избиратели, поэтому, ну, вот, в этом раунде не получилось, а в следующем получится, а может быть, через один получится и так далее. я смотрю на это не то, чтобы похронистически, как обычно говорят вместо слова философски, да, ну, мы не подобрали нужных слов, это же все в подборке нужных слов, в подборке нужных терминов, ну, вот, не получилось у нас подобрать нужных слов, нужно лучше вербализировать свои мысли, желания и призывы. Евгений, а скажите, пожалуйста, вы наблюдаете за тем, что происходит в России, ведь наверняка, вот, сейчас больше... Стараюсь, нет, простите. Понятно, это вы шутите. Судя по всему, все хорошо. Все хорошо. Шато Марго. Особенно хорошо, когда начинаешь слушать то, что говорит и пишет Евгений Пригожин. Ну, кстати, чувак, чувак практически не врет, старается как-то следовать кодексу, понятиям и так далее. Его слушать гораздо приятнее, чем Путина, потому что Путин врет все время. Слушайте, как вы думаете, он ему позволяет выступать с такими заявлениями в адрес? А здесь ты понимаешь, здесь ты не спрашиваешь, можно или нет. Ты пытай, ты, если тебе накипело, ты говоришь, а если тебе за это не прилетает сильно, ты продолжаешь говорить. А почему не прилетает? Его же не арестовали, не арестовали, не убили за это, а потому что это находит отклик во многих сердцах, то, что он говорит, и а воевать-то кто будет? Ну, предположим, не будет там ЧВК завтра. Вот завтра весь ЧВК, сколько-то, я не знаю, сколько их тысяч, но профессиональных бойцов там реально несколько тысяч, наверное, лучших бойцов из вообще бойцов, которые говорят на русском языке, будем предельно честны, опытных. опытных с очень самым современным вооружением, защитой, опытом боевых действий в разных странах, которые профессионально давно этим занимаются. Вот представьте, что они завтра все оттуда уезжают. Все, дорога открыта на крыльях. Слушайте, вам не приходит в голову, если я все правильно понимаю, то есть без них... Вам не приходит в голову, Евгений, что вот Министерство обороны их кинуло, как они во всяком случае утверждают, не дает им боеприпасов в достаточном количестве. Но это не Министерство обороны, это Путин. Хорошо, Путин. Там же он Путин и играет в них. Как в солдатиков переставляют, этого усилил. Ну вот как ребенок, да, ребенок устроил войнушку. Вот. И если одни очень быстро победят, то все закончится, а мама еще не звала спать. Вот. нужно пусть какие-нибудь будут еще маневры. Хорошо. Значит, Пригожин называет его счастливым дедушкой, который на поверху оказался законченным мудаком. А это не его он называет. Не его? Нет, мне кажется, нет. А кого? Потом аккуратно съехал в каких-то ну какой-то кого-то из снабжения, из Минобороны. Мне кажется, это не Путину так называет. По-моему, он прикалывается, когда он так говорит. Путину больше всего, ну да, это в общем привлечение внимания к речи, Путину больше прилетает лично именно Путину без завуалирования от Стрелкова. Ну, у него его предъявление ФСБ прикрывает его, потому что он, наверное, отражает мнение каких-то очень значимых людей из ФСБ, больших генералов, которые не факт, что вообще изначально были за эту войну. Хотя, конечно, они все совкадр... тем не менее, Пригожин в последний раз уже выступал, апеллируя к солдатам и офицерам, по сути дела, призывая их к бунту. Вот вам не приходит в голову, что в один прекрасный день он со своими проверенными бойцами, а для этого 40 тысяч не надо, для этого может понадобиться отряд только в несколько сот отборных бойцов. Возьмет, да и поедет на Москву. Ну, там же не вся контимировская дивизия воюет. Какие-то части Путин все оставил, плюс несколько сотен тысяч Росгвардии, плюс Федеральная служба охраны, там тоже нет, наверное, это не... Плюс те люди, которые они же Родину защищают, они же не могут ее поехать штурмом брать, правильно? Там есть схема плавания. А какого-нибудь дедушку, который оказался законченным мудаком? Ну, для этого он должен что-то серьезное уступить, для этого он должен оступиться, а пока по земле счет в пользу Путина, благодаря в том числе им же. А вы верите в то, что вот как написала Давича Вашингтон Пост, он на связи с украинской военной разведкой? Пригожина? Думаю, что да. Я думаю, что они все друг с другом общаются и размениваются. Я думаю, что мы просто не понимаем уровня цинизма, который происходит в подобных вещах. цель оправдывает средства, вы хотите сказать? Ну, у всех же да, плюс цель, так как там выставлена система таких противовесов Путиным, то цели не у всех они идеально совпадают. А раз есть некая разновекторность, то соответствующая получается разность в потенциалах, разных задачах. По состоянию на сегодняшний день, Евгений, вы все-таки пессимист или оптимист? Вы верите? Пессимист. Я пессимист. Можно дальше не задавайте вопрос. То есть вы не верите в возможность военного поражения Путина? В Украине да, я допускаю, что в Украине военное поражение может быть. На континентальной части Украины. оно может быть. У него есть вероятность. Тогда мы не совсем. За Крым они усрутся так, что я просто даже боюсь представить, как. Я понимаю, что пессимисты, наверное, в наибольшей степени, когда речь заходит о том, может ли военное поражение конвертироваться в распад режима. Так? То, что оно конвертируется в большое шатание режима, это сто процентов. Но устоит ли власть и вернее усидит или не усидит, но после поражения в 904 году была революция и полтора года трясло страну. Целые районы были несколько месяцев неподконтрольные царства власти. Тем не менее, в итоге все равно взяли подконтроль. Не знаю, я так за угол стрелять не умею так далеко вперед. Не понимаю, как смотреть. Пока что у Украине не дали достаточное количество вооружения, чтобы точно и феноменально как-то провести контрнаступление, потому что не было бы об этом столько разговоров. Мы бы увидели действия. Может быть, увидим. Может быть, они все держат в секрете, и мы этого не знаем. Опять-таки я не знаю, в какой момент ожидание начнет играть отрицательную роль. Дело в том, что кто-то делал замеры на 2020 или 2021 год, где прошла соприкосновение линии фронта. С одной стороны от нее, где были украинские каналы, почти все были за Украину, с другой стороны, где были российские, где были Скобеева и Соловьев, там все практически были за Россию. оно все равно человек, в целом, штука мягкая, вот, и оно все равно влияет. Смотрите, я вот тут посчитал, и чем дольше в Мариуполе стоят российские войска, тем больше срабатывают просто адаптивные механизмы психики человеческой. Люди привыкают жить в тех условиях, которые есть, в том бытие, которое есть. И если в 15 году или в 14 у кого-то были радостные ожидания будущего от Крыма кто-то был против, люди не любят перемен, то так или иначе плюс-минус все встроились, либо уехали. И сейчас люди будут опять не хотеть перемен. Несмотря на то, что там есть люди, которые ждут украинские части, но давайте посмотрим, сколько их будет на самом деле, если ЗСУ туда зайдет. Ну, послушай, в конце концов, важно иметь в виду и другое, что оттуда уехало огромное количество людей. И судите о настроении тех или иных оккупированных регионов, но все-таки надо, наверное, с учетом мнения тех, кто вынужден был свои родные дома, свои родные места покинуть. Правда? Ну, будут ли они там физически присутствовать и участвовать в политическом процессе, когда туда зайдут ЗСУ, тоже вопрос, потому что они уже адаптировались за 9 лет в другом месте. Это правда. Так вот, я хотел вас спросить, вот еще о чем, я уже начал говорить, но потом решил дослушать вашу мысль. Возвращаюсь к тому, что прочитал недавно сообщение Левада-центра об очередном их опросе. Понятно, что в условиях фашистского режима очень сложно проводить опросы общественного мнения, но там они спрашивали... Среди русских вообще бессмысленно. Не было фашистского режима в середине нулевых, когда у нас была Евросия, тогда какой-то очень старый маркетолог, уже старый такой бородатый человек с седой бородой, смотрящий перед собой, говорящий в городу, вы зря делаете эти все вопросы. Понимаете, в этой стране это бессмысленно делать. А, они не понимают, что вы задаете вопрос. Б, они говорят одно, делают другое. С, они врут. И самое основное, что перед тем, как принять решение, они все равно меняют. Иногда поступают на зло кондуктору. Не тратя деньги, делать замеры в этой стране бессмысленно. вы знаете, Евгений, вот, Левада-центр носит имя покойного Юрия Левады, одного из основателей. Да-да-да, я знаю, конечно. Науки. Так вот, поверьте мне, у меня нет документальных свидетельств, но когда он был жив, я был с ним знаком, и однажды он в таком частном разговоре тоже посоветовал мне максимально скептическим образом относиться к его данным и данным его коллег. Он сказал, Евгений, вы поймите, что самый надежный способ получить информацию для социолога, это личное интервью. А как оно проводится? Случайным образом ходим по домам, звоним в квартиры, заходим, представляемся, говорим, что вот мы проводим социологическое исследование, можем ли мы с вами поговорить. Обычно делается это по субботам и воскресеньям, когда наибольшая вероятность застать людей дома. Проводят обычно эти опросы, что называется, женщины без возраста, чтобы, не дай бог, не вызвать ревность со стороны хозяйки дома или не заставить хозяина дома немножко пококетничать. Так вот, все равно он говорит, вот представьте себе, вы дома сидите и вам неожиданно звонок в дверь, а в генах советского человека, бывшего, сидит страх перед нежданно негаданным человеком, который к ним вдруг в неурочное время позвонил и оказался у них на пороге. Представляете, какой уровень кораблей. цыгане или какие-нибудь наркоманы или извращенцы, все правильно, все пошли вон отсюда. Тем не менее, вот сказавши все это, читаю я в отчете Левада Центра, что 30% опрошенных одобрили бы применение тактического ядерного оружия в в ходе специальной военной операции. Врут или на самом деле так? Они не понимают, они же не поняли вопрос. Они не понимают, что это. Они не не последствий. Для себя самих? Для себя для себя да, для себя они не понимают последствий. просто простите за неприятные слова, не знаю, ну не отдыхает что ли вообще. Это вот человек, который маленький балкон, для экономии стоит газ на этом маленьком балконе и барбекюшнице. Вот, это вот они. Кто-то мне говорил из умных людей. Мангал и газовый баллон. Вот. Фридман Михаил Маратович как-то мне в разговоре сказал, в прошлые времена, в далекие времена, сила Владимира Путина в том, что он такой же как и все. Если допустить, что Фридман был прав и что Путин силу его в том, что он такой же как все, вот как люди с газовым баллоном и с шашлычницей на балконе, может он тоже не понимает, к чему может привести использование тактического ядерного оружия и может его все-таки в один прекрасный день использовать? Я думаю, что если речь пойдет о Крыме в голове, считай, о амплитуде шатания трона, с которой он может слететь, то, наверное, он может использовать. А пока он тоже боится, потому что человек такой же, как все, то есть несмелый. Ну что ж, будем надеяться, что смелости у него не добавится во многих отношениях. и потом все окружение, которое пришло туда, оно же пришло не воевать туда, они пришли красть, красть вагонами. Воюет он, не воюет, неважно, есть возможность тащить вагонами, они его поддерживают, а если кинут ядеркой, как красть-то? Да, тащить будет нечего. Вот. И может нечего. Ни о каких жизнях людей, ни о каких-то зараженных территориях, катастрофы целого народа, об этом они не думают. Тогда же точно перекроют Запад? Точно перекроют? Тогда уже никакой танкерный флот не покатает нигде и никаких, ни за какой уже никель, ни за какой уже аммиак, и за прочее, и за нефть уже, и за алюминий, ничего уже, вероятно, не придет, никаких денег. Оно все абсолютно мерзотно, прагматично, мне кажется. Может быть, у меня, я не с той ноги встал, но вот каждый день я встаю с той ноги, мне кажется, что это вот настолько, настолько мерзотно и вот так работает. Ой, Евгений, да мы с вами, дорогой мой тезка, в такое время живем, что действительно, что не день, то с не той ноги встаем. Мне остается вам только пожелать, чтобы настал тот день, когда вы станете с той ноги и будете в хорошем настроении, как вы умеете быть иногда. Спасибо вам большое за этот разговор, за ваши ответы, за ваши комментарии. Вам спасибо. И надеюсь, не последний раз Евгений Чичваркин в гостях у моего канала. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова